Как и каким образом происходят изменения в искусстве XX века? Всем хорошо известно, что искусство XX века, в отличие от искусства классического, не очень просто для понимания. Не всегда бывает ясно, что хотел сказать художник, почему он так усложнил свою картину. Всегда много вопросов возникает по поводу того, как к этому относиться. Как относиться к тому, что явно не художественно или явно не вызывает какое-то чувство эстетического удовольствия, к которому мы так привыкли, знакомясь с искусством классическим. Очень много всего происходит нового, не всегда очевидного, не всегда понятного. Я хочу вам предложить свое видение этих проблем. Я хочу показать вам, что происходит в искусстве, как, почему утрачивают свое значение то великое классическое искусство, которое развивалось в предшествующее столетие. В первую очередь, конечно, поговорим о Европе. И для того, чтобы показать вам, что же, собственно говоря, определяют эти сложные повороты, эти сложные тенденции, конечно, в первую очередь надо попытаться определить, а что происходит, а что происходит в мире, что происходит в сознании человека, что меняется в характере его взаимодействия с миром, и как это новое взаимодействие с миром меняет его самого. Вопросов много. Вопросов много и причин, которые приводят к очень серьезным изменениям в искусстве. Также немало. Некоторые очевидно лежат на поверхности, некоторые очень глубоки. Я хочу в начале нашего цикла встреч немножечко поговорить о том, что же происходит, и что, собственно, является некими точками отсчета. Точка отсчета, конечно, не одна. И что же являются вот этими точками отсчета, которые заставляют художника теперь уже работать, творить совершенно по-другому. Я произнесла слово художник, и давайте мы этого художника нашего условного возьмем в качестве человека, взглядом которого мы будем промерять то, о чем будем говорить, те процессы, которые происходят. Давайте предположим себе художника. Конечно, слово это я с большой буквы сейчас имею в виду. Имею в виду художника не только живописца, но и творческого человека, который может быть не живописец, или живописец, или скульптор, или еще представитель какой-то другой творческой профессии. Когда я говорю художник, я имею в виду и напоминаю вам, что художник – это не просто творческий человек. Художник – это человек, который наделен, настоящий художник, большой художник, а мы о них, конечно, говорим, он наделен особой творческой интуицией, особым чувствованием, причем чувствованием, которое не всегда осмысляется, осознается, чувствованием, которое приводит в движение какие-то удивительные и совершенно неочевидные механизмы, которые заставляют его более тонко реагировать на все те импульсы, которые мы получаем от внешнего мира. Давайте выберем такого художника условного и попытаемся посмотреть на то, что происходит в искусстве его глазами. О каком искусстве мы сейчас с вами вспомним? Мы начинаем наш разговор, поэтому, конечно, нам уместно вспомнить о том, что происходило в Европе в конце XIX – начало XX века. Хорошо известно, что новое искусство, некие образцы которого уже перед вами на экране, рождаются в начале XX века. Заявляют о себе громко, скандально, с вызовом. Что же приводит художников вот к такому искусству? Давайте поразмышляем, давайте подумаем. И мне бы хотелось даже не столько головой, может быть, думать, сколько предложить вам почувствовать вот те новые реалии, те новые смыслы, которые так серьезно изменяют все то, что традиционно делал и должен делать художник. Итак, я напоминаю, что XIX век, вторая половина XIX века, конец XIX века – это время, которое в истории Европы принято связывать с индустриальной революцией. Не удивляйтесь, кажется, то, что я сейчас сказала, очень далеко от мира искусства. Действительно, мы не будем говорить о фабриках, заводах, рабочем классе и всем прочем, что обычно имеют в виду, когда говорят про индустриальную революцию. Я хотела бы обратить ваше внимание на некие побочные, если так можно сказать, эффекты, следствия, которые нам могут быть интересны и могут рассказать кое-что о том, что же теперь чувствует художник, и вообще как меняется самочувствие любого человека в Европе этого времени. На что я бы обратила внимание. Неким следствием этой индустриальной революции является появление разного рода машин, механизмов, приспособлений, чего угодно, которые очень сильно меняют скорости, в которых живет человек. Давайте задумаемся. До этого времени, на протяжении многих-многих столетий, европейцы промеряли свой континент, свои расстояния, мир, в котором они живут, по определенным принципам, по определенным традициям, из города А в город Б можно было, допустим, в карете добраться за столько-то дней. Появляется железная дорога, появляется пароход на новой тяге, на паровой тяге. Вы прекрасно понимаете, скорости увеличиваются. Об этих увеличивающих скоростях свидетельствует то, что именно в это время появляются дирижабли, чуть позже, в начале XX века взлетают самолеты. Именно в это время открывают ученые радиосигнал. Это ведь тоже изменение скорости. Информация доходит из одного пункта в другой за секунды, а не за какие-то дни или часы хотя бы. Давайте вспомним, что событием из этой же серии может послужить открытие кинематографа. И первый сеанс, который был проведен в конце XIX века, помните, в 1895 году, был, конечно, потрясением и для тех, кто видел, как поезд, братья Люмьер продемонстрировали несколько секундный ролик, как поезд из глубины выдвигался в сторону зрителя. И еще больше тех было, кто не видел это, но слышал. Вот это все явление одного порядка. Смотрите, чем они нам могут быть интересны и полезны. Они могут быть нам интересны вот с какой точки зрения. Мир начал двигаться быстрее. Хотя прежние расстояния остались, конечно, но появляются другие измерения этих расстояний. Появляется что-то, что меняет привычный ритм человека. Появляется что-то, что заставляет человека, я так скажу, по-другому, не так, как его предки, реагировать на то, что происходит в этом мире. И отсюда, наверное, несложно сделать вывод, что в сознании нашего с вами художника, то есть человека, который обладает, как я уже сказала, особой чуткостью, скорее всего, возникает не просто совокупность новых впечатлений, они, безусловно, есть. И каждый творческий человек, и вы, наверное, знаете, искусство конца XIX, начала XX века, с огромным интересом обращается и к теме поездов, и к теме каких-то других скоростей. Но речь идет о другом. Речь идет о том, что возникает чувство, что мир какой-то другой, что вот он утрачивает свои привычные очертания, он утрачивает свои привычные смыслы. Вот что-то начинает, я такое слово скажу, ускользать от привычных понятий, от привычных каких-то традиций. Вот что-то ускользает, что-то делает это ощущение зыбким, может быть, немножко неустойчивым, может быть, просто усложняет, но оно появляется. Это другое чувство неустойчивости, зыбкости. А если по-другому сказать, то ощущение того, что мир какой-то другой, вот не такой, к которому привыкли люди, а вот наряду с привычным, есть что-то, что невозможно охватить, может быть, разумом, может быть, сознанием. Смотрите, какое это имеет следствие. Оно будет прочитываться в XX веке на самых разных этапах истории искусства. Если классический художник, давайте на секундочку к нему вернёмся, в классику, в предшествующее столетие, если классический художник, я бы так сказала, промерял мир собой своим опытом, своим глазом, своими впечатлениями, он основывался на том, что он знает об этом мире, что он видит в этом мире. И основываясь на этом, он выражал свои взгляды, свои идеи, какие-то мысли, состояния. Вот так было раньше. А теперь вот это стопроцентное, я бы, я, конечно, немножко преувеличиваю, но это стопроцентное доверие к миру, на который можно опереться, оно начинает разрушаться. Вот что-то не даёт художнику почувствовать этот мир таким же прочным, как это было раньше. И отсюда чувствование художника, что если он не может что-то до конца об этом мире сказать, не может до конца этот мир промерить своим собственным опытом, то, наверное, для того, для того, чтобы ему, художнику, высказаться, для того, чтобы ему, художнику, сказать, а что есть этот мир, в котором я живу, и о котором я хочу говорить, будучи художником. Вот мне скорее, мне, художнику, скорее всего, важно выразить, как я понимаю этот мир. Вот что для меня означает эти новые скорости, эта новая сложность, эти новые какие-то ощущения. Я так вижу, вот в какую сторону начинает двигаться творческое сознание художника. Вы знаете, что впервые со всей очевидностью это показали художники еще середины XIX века, художники-импрессионисты. Они на первое место поставили вот это самое «я так вижу», «я так вижу» и позволили себе создавать какое-то другое, отличное от академического, реалистического искусства. Импрессионисты были светлыми художниками, мы знаем, они восхищались миром, во всяком случае, многие из них. Но по мере того, как происходило развитие, и, конечно, вот это отношение художника тоже изменялось и тоже превращалось вот в это «я так хочу, я вам хочу сказать, как я вижу». И в завершении вот этой первой моей маленькой первому моего отступлению, может быть, или наоборот, введения, я приведу фразу, которую уже в XX веке, когда уже все обозначилось, вот эти все тенденции, скажет художник, которого считают одним из самых великих художников XX века. вот некие его произведения сейчас перед вами на экране. Я имею в виду великого художника XX века Пабло Пикассо. Так вот уже позже, в XX веке, он скажет фразу, которая, наверное, подтвердит мою мысль. «Я изображаю мир не таким, каким я его вижу, а таким, каким я его знаю. Я знаю об этом мире. Вот то-то. Я хочу вам показать в своем творчестве не то, как этот мир смотрится, каким он является, а то, что я знаю про этот мир». Появляется новое мировоззрение, новое видение мира, новое чувствование мира, предположение о том, что мир другой, мир больше, чем о нем можно что-то узнать. Больше, чем то, что подлежит нашему опыту, опыту чувственному, опыту нашего восприятия, опыту нашего разумного познания. Вот так я бы обозначила одну из первых предпосылок от тех изменений, к которым мы сегодня с вами подойдем и сейчас вот уже скоро совсем обратимся к разговору. о произведениях искусства. Но есть еще, как минимум, два обстоятельства, которые я хотела бы точно так же условно предложить и обозначить. И так опять возвращаемся к этой индустриальной революции. Индустриальная революция в числе прочих следствий, опять же, далеко не все нам интересно сегодня, приводит к тому, что возникает новый, неизвестный в прежней истории феномен. Феномен массовой культуры. Промышленное развитие, я очень кратко напомню, заставляет людей, бывших крестьян, переселяться в города, устраиваться работать на фабрике, заводы. Они утрачивают связь со своими корнями, с традициями. Они начинают жить другой жизнью. И они безусловно нуждаются в какой-то культуре, в каком-то искусстве, но их потребности уже другие. И если, скажем, крестьянин опирался на культурные традиции своих предков, то у нового горожанина эти традиции во многом оказываются разорванными. И вот тут возникает некий вакуум. Вакуум, который, конечно, очень быстро заполняется. Этим новым людям нужна культура, нужно искусство. Но какая им нужна культура и какое искусство? Безусловно, эти люди не обладают образованием, знанием, эрудицией. Этим людям нужно то, что понятно, что легко воспринять, что дает возможность отдохнуть после тяжелого трудового дня или тяжелой трудовой недели. Появляется культура и искусство, которые отличаются вот этой самой легкостью восприятия, популярностью, доступностью. Естественно, это искусство неглубокое. Мы это прекрасно понимаем. Но это искусство начинает заполнять все. Начинают печататься огромными тиражами, скажем, бульварные романы. Начинают тиражироваться картинки, которые скорее будут вызывать какую-то слезу, умиление, чем отсылать человека к каким-то серьезным раздумиям. Этот список можно продолжать. Так вот, эта ситуация очень тревожна для нашего с вами художника, потому что настоящий художник не может делать искусство легкое и поверхностное. Он не может делать искусство, которое могло бы понравиться всем. И он понимает, что его удел в другом. Его удел в том, чтобы создавать искусство, которое говорит все о тех же других смыслах, как и искусство прежнее, высокое, обращавшееся к Богу, обращавшееся к высоким гуманистическим ценностям. Вот наш с вами художник, вольно или невольно, осознанно или неосознанно, но он хочет сохранить ту традицию, традицию искусства, которое больше, чем просто непосредственно развлечение, чем больше, чем просто возможность отдохнуть. Это еще одно замечание, думаю, что довольно точно показывающий ситуацию, о которой мы с вами говорим. Ну и, наконец, еще один момент, без которого, наверное, тоже трудно говорить и рассказывать о том, как и почему возникает новое, неклассическое, я бы даже сказала, антиклассическое искусство с его сложнейшим языком, с его сложнейшими формами, не всегда понятными, не всегда очевидными. Так вот, этой третьей причиной является, я бы так сказала, неожиданно для искусства возникшая конкуренция. Мы с вами говорим об искусствах изобразительных, искусства, которым всегда, сразу, с момента их возникновения, они имели предназначение изображать. Я немножко использую современную лексику и скажу, что изобразительные искусства обладали монополией на создание визуальной образа мира. Нужен образ или передать образ или идею божественного? Пожалуйста, изобразительное искусство. Нужно передать облик того или иного человека? Пожалуйста, обращаются к художнику или к скульптору. Нужно изобразить мир, пейзаж, природу, что угодно, многоточие оставим. Кто этим ведает в кавычках? Этим ведает, конечно, изобразительное искусство. И вдруг в этот самый, в период этой самой индустриальной революции, в этот самый XIX век, эта монополия оказывается разрушенной. Вы, конечно, догадались, о чем я уже говорю. Я хочу вам напомнить, что в XIX веке возникает фотография. Первый снимок был получен французом Луи Дагером в 1839 году. Но к середине, а уж тем более к концу XIX века, фотография становится безумно популярной. Фотография доступна всем. Фотография может запечатлеть и образ человека, и какой-то элемент природы, пейзаж. Фотография значительно более дешевая возможность что-то зафиксировать. И вы прекрасно понимаете, если раньше человек, который хотел иметь свой портрет, шел к художнику, платил деньги, тратил время на то, чтобы ему позировать, то ситуация с фотографией все меняется в сторону того, о чем я уже говорила. Все становится быстрым, доступным, очевидным. Наступает XX век, и вместе с фотографией мы уже можем говорить о том, что возникает целый мир изображений репродуцированных. появляется море того, что связано с тиражированием каких-то картин, картинок, визуальных образов, всего, что угодно. То, что я обозначила словом конкуренция. Конечно, наш с вами художник не будет конкурировать с этим количеством, бесконечным количеством морем тех или иных изображений, но сам факт их появления очень-очень серьезно меняет судьбу искусства. Меняет, во-первых, потому, что меняется глаз зрителя. И я об этом скажу уже не сегодня, потому, что это следствие обозначится ближе к середине XIX века. Я просто скажу тезисно, что когда мы смотрим на фотографию, наш глаз работает не так, как если бы мы смотрели на картину классическую. Меняется наше с вами восприятие. Вот в ситуации, когда наряду с картинами мы бесконечно часто сталкиваемся с изображениями, созданными техникой. Но об этом я скажу потом. А сегодня я возвращаюсь к своему художнику и скажу, что, конечно, в этой ситуации художник меньше всего хочет писать и конкурировать с фотографией. Писать картины, которые мы называем привычным нам словом реалистические, картины, которые показывают мир в его наглядности, в его очевидности, со всеми его особенностями. в новой ситуации это лучше делает техника. Фотоаппарат, киноаппарат, и дальше по списку вплоть до сегодняшних цифровых технологий. Поэтому я обращаю ваше внимание, это важно, техники и технологии очень серьезно меняют судьбу искусства и меняют видение художника. Он видит мир, как мы уже теперь понимаем, другим и не может работать так, как работали предшествующие поколения художников. Он должен говорить об этом мире как-то по-другому и каким-то другим языком. Я хочу представить вам сегодня нескольких самых крупных и самых великих художников первого поколения авангардистов. Того поколения, с которым связано то самое разрушение традиций, разрушение прежнего искусства. Да, эти художники-разрушители, вы сейчас увидите, они фактически уничтожают картину в прежнем виде, уничтожают вот эту реалистичность, они уничтожают то, что мы всегда привыкли любить и ценить в классической картине. Они создают что-то, как я уже сегодня сказала, что вызывает возмущение, негодование очень часто у современников, конечно, очень многое непонятно. Давайте посмотрим самых главных, еще раз в кавычках их назову, разрушителей, художников-авангардистов, которые главные свои произведения создают в начале XX века. Если быть более точным, то сегодня ограничимся разговором о первых двух десятилетиях, но эти первые два десятилетия XX века оказались очень серьезной революцией в искусстве. Первый художник, вы, конечно, узнали знаменитую картину его, это Пабло Пикассо. Первый художник, о котором я хотела сказать какие-то очень важные слова, показать, как этот великий мастер, начинавший как реалист, начинавший как мастер, который прошел обучение в Академии художеств, то есть безупречно владевший всеми профессиональными навыками для того, чтобы создавать картины, которые мы называем классические, как этот великий художник в силу каких-то мучительных поисков открывает для себя и для нас совершенно другой мир, открывает другую реальность. Итак, Пабло Пикассо, великий испанец. Я начинаю с картины, которая всем хорошо знакома, девочка на шаре, она из Пушкинского музея, и она как раз относится к периоду накануне тех переходных моментов, которые нам сейчас с вами будут интересны. Давайте присмотримся к этой картине еще раз. Перед нами произведение, которое по-своему очень точно, очень трогательно описывает мир бродячих актеров, бродячих гимнастов. Этот мир достаточно условный, потому что где-то в каком-то пространстве происходят вот те события, которые мы видим. Мы видим тяжелую фигуру атлета, мы видим легкую и изящную фигуру девочки, атлет сидит на кубообразном пьедестале, подставке, девочка изящно балансирует на шаре. Дело в том, что те картины, которые Пабло Пикассо пишет в это время, они все пронизаны какой-то особой любовью вот к этим людям. Среди его персонажей этого периода много людей, которых мы бы сегодня назвали выброшенных из жизни, много бедняков, бедных, больных, одиноких людей, ну или вот таких гимнастов, как здесь бродячих комедиантов, которые тоже вот они где-то на краю той нормальной, скажем так, нормальной жизни, которой здесь нет в картинах художника этого времени. Дело в том, что, наверное, Пабло Пикассо не был бы великим художником, не вошел бы в историю как великий художник, если бы он не был наделен каким-то особым гуманистическим даром. Ему всегда важно, вот самый, казалось бы, неподходящий для этого периода жизни, он всегда отличался даром сострадания, он всегда имел какой-то особый гуманистический стержень, который двигал его творческими поисками. Его знаменитая картина Герника, которая будет написана уже через несколько десятилетий после того времени, о котором мы говорим сегодня, в 1937 году, это, конечно, картина, которую не мог бы не создать великий гуманист, человек, который предупреждает человечество накануне страшной Второй мировой войны о вот этой возможной гибели всего и вся. Но это будет потом. А сейчас он очень трогательно воспринимает этот мир с каким-то большим сочувствием. И, наверное, не было бы такой ауры у этой картины, если бы то, о чем я сейчас сказала, какого-то сочувствия, какой-то симпатии, может быть, немножко сострадания не было заложено в его творчество этого периода. И вот что происходит дальше. А дальше в жизни художника происходят некие перемены. Я имею в виду в творческой жизни, конечно, я только о ней говорю. перемены, которые связаны с новыми впечатлениями. Художник в это время молод, ему открыт весь мир, ему всё интересно. И он, в числе прочего, попадает под влиянием того, что он увидел на одной из выставок, которую он посетил в Париже. Перед вами африканская маска, которая напрямую к Пикассо не имеет никакого отношения, как вы понимаете, но она вводит нас с вами в мир тех поисков, которые ведёт в это время художник. А в это время, если быть более точным, то в 1906 году в Париже проходит удивительная, поразившая всех парижан выставка. Выставка искусства народов Чёрной Африки. Вот пример тех произведений, которые там были показаны. Почему это так поразило Парижа? Дело в том, что к тому времени, к началу XX века Европа очень хорошо знает Африку, Северную, Арабскую, но то, что южнее Сахары, Европе мало известно. Дело не в белых пятнах на карте, вы прекрасно понимаете, белых пятен к тому времени уже нет. Речь идёт о том, что европейцы почти не знают культуру этих первобытных народов. И эта выставка как раз и открывает европейцам, парижанам в частности, совершенно новый мир. Вот перед вами маска одного из африканских племён. Маска мы видим, что мы знаем с вами точнее, что это маска шаманская. Такую маску надевали шаманы, колдуны во время ритуалов. Она с одной стороны повторяет человеческое лицо, но с другой стороны она его очень меняет, она его обобщает. Я скажу такое слово, которое, наверное, более точно характеризует то, что почувствовали парижане, и, конечно, наш с вами герой Пабло Пикассо в этих произведениях. Они почувствовали, что вот эта геометризация каких-то элементов, в частности, форм лица, она не только не убивает выразительность, она, наоборот, в чём-то эту выразительность усиливает. Она создаёт эффект невероятной глубины оттуда, откуда-то. Вот эти шаманы вытягивали свой дух, вытягивали свои какие-то ритуальные слова, ритуальные жесты, ритуальные звуки. Вот то поколение, которое видело эту выставку, они почувствовали, что дело не в жизнеподобии, что жизнеподобия может не быть, или оно искажено, но это не значит, что там нет чего-то очень глубокого и настоящего. Скорее всего, эта выставка произвела очень большое впечатление на Пикассо. Вот я тут пропустила картиночку, которую могу показать в качестве примера. Он начинает экспериментировать. Это не картина, то, что вы видите. Это наброски, пример набросков, которые появляются после его посещения этой выставки. Мы с вами прекрасно понимаем, что происходит. Он заинтересовался этой идеей, а как обобщить, как свести всё, что видит глаз к простой геометрии, как можно добиться какой-то выразительности. Повторюсь, это не картина, это наброски, это поиски. Они длятся довольно долго, пока вот эти внутренние размышления не заканчиваются, ну, скажем так, неким взрывом. А взрывом явилась вот эта картина. Картина, которая перед вами называется «Овеньонские девицы». Она была написана в 1907 году и сегодня традиционно они пишут как о первом манифесте нового искусства. Её считают поворотным, потому что таких радикальных изменений, такого радикального, я бы сказала, искажения того, что видит глаз, того, что привычно делал художник, на тот момент ещё не было. К этому я добавлю, что «Овеньонские девицы» – это картина очень большая по формату. Вы видите, она близка к квадрату и сторона квадрата около трёх метров. То есть она манифест ещё и в этом смысле. Манифест потому, что она заявляет о чём-то другом очень страшно. Для современников это был шок. Современники очень сложно отреагировали на эту картину. Я, конечно, имею в виду тех, кто был близок к Пикассо, кто мог это видеть. Конечно, сначала эта картина не попадала ни на какие выставки, тем не менее она была имела очень большой резонанс. Давайте поразмышляем, что это за картина, что же это за издевательство над здравым смыслом, издевательство над тем, что привычно делал художник, который уж сколько столетий изображал красивое женское тело, сколько художников мы с вами помним восхищалось красивым женским телом. И тут появляются вот эти изуродованные женские фигуры, которые трудно промерить прежним опытом. Для того, чтобы понять, что же это такое и что же случилось, откуда этот взрыв, что-то, что накопилось, здесь явно выплеснулось, он начал писать картину, которая по его первоначальному замыслу должна была изображать девушек из борделя, которые встречают мужчин. Две правые фигуры должны были быть мужскими фигурами. остатки накрытого стола остались. А дальше вот что произошло. Картина задумывалась как нормальная, назовем ее реалистическая. В том духе, в котором работал Пикассо в то время, мы видели девочку на шаре, и можно какие-то другие параллели провести. Но по мере того, как он работал, по мере того, как он размышлял о судьбах этих несчастных девиц, давайте скажем, выброшенных из жизни, девиц, которые уже не в состоянии вернуться к нормальной жизни, они уже своей жизнью изуродованы. И вот это слово, это ощущение изуродованности их жизни оказалось ключевым. Он думал о том, а как эту изуродованность выразить, как выразить то, что они на самом деле существа страдающие. И эти страдания очень глубокие, они не очевидны человеку, который так или иначе что-то про это знает. Вот я не случайно обратила ваше внимание на гуманизм. Не будь этот художник вот художником сострадающим, наверное, бы и не было этого взрыва. Наверное, он не смог бы прийти к этому перелому, но он начал резать, он начал превращать женские фигуры в какие-то геометрические формы. Он резал, как будто они изрезаны той самой болью. Об этом свидетельствуют глаза. Посмотрите, фигуры искажены, но глаза очень глубокие. Такие глаза художник мог подсмотреть у себя на родине. В Испании сохранилось много древних романских фресок и сравнение выразительных глаз на тех испанских фресках раннего средневековья и глаз этих девиц показывает параллели. А в средние века художники умели передавать глубину душу и душу страдающую. Вот он берет из того источника ему, конечно, по детским и юношеским впечатлениям очень хорошо знакомого и сопоставляет это с его ощущением того, а кто эти девицы и что представляет собой их жизнь. Я сейчас рассказала вам о трех левых фигурах, но, наверное, самыми страшными являются две правые фигуры. Присмотритесь внимательно. Вот здесь художник впервые в истории европейского искусства делает то, что невозможно было даже помыслить. Он разрушает святая святых человеческое тело. Он позволяет себе, как будто в его руках игрушка, отломить голову, например, от туловища, разложить, разобрать на части, а потом соединить, но уже по каким-то другим законам. Он позволяет себе это. Вот нам сегодня, тем, кто знает, как будет развиваться искусство дальше, в последующие десятилетия XX века, наверное, это таким страшным не кажется. Но это действительно было страшно. и это действительно было впервые. Художник замахнулся на святая святых, на человеческое тело. Человек всегда был центром европейской культуры. Сколько, еще раз скажу, каких-то картин, которые восхищают и не могут не восхищать, было написано прославляющих тела человека, прославляющих женщину. А здесь разлом, а здесь уничтожение. не уничтожил ли он этим самым прежние принципы, не уничтожил ли он то прежнее гуманистическое отношение к человеку, которое уже к этому времени было поставлено под сомнение. А оно было поставлено под сомнение, потому что к этому времени многие чувствовали то, что можно назвать кризисом культуры. Я очень кратко напомню, скажу, что за несколько десятилетий до того, чем мы сейчас говорим, великий философ Ницше произнес фразу метафорическую, он сказал, «Бог умер», имея в виду разрушение прежних ценностей, прежних смыслов. Действительно, то самое буржуазное развитие, с которым мы сегодня начали наш разговор, оно очень изменило самого человека. Оно обесценило высокие гуманистические ценности, оно разрушило представление о высоком, глубоком, духовном, о добре и зле. Все было поставлено на коммерческую ногу, все превратилось в предмет и объект купли-продажи. Вот ничего высокого, кажется, в этом мире не осталось. с этим живет культура рубежа веков. И это очень скоро, буквально через несколько лет после того, как Пикассо написал эту картину, это скоро будет подтверждено страшнейшим событием Первой мировой войной, которая представить себе невозможно, когда миллионы европейцев, веками жившие рядом с друг другом, начинают уничтожать себе подобных. Как с точки зрения прежних норм, прежних гуманистических ценностей уложить это в голове? Вот это ощущение того, что прежний человек, прежняя культура исчерпала себя, она разрушена. Вот не отголосок ли этого чувствования перед нами художник позволил себе разрушить человека, показать, что нету того наполнения, той целостности, которая была раньше. картина я завершу, оказалась, еще раз скажу, картина оказалась скандальной, вызывающей, но очень точно поставившей проблемы, болезненные проблемы, проблемы человека, проблемы нового мира. И давайте не будем забывать проблемы того, что главное об этом мире. Теперь можно сказать, не описывая этот мир, а используя другие выразительные средства. То, что я сказала в начале, художник хочет выразить свое отношение к этому миру, и он выражает. Через эти, в общем-то, страшные трансформации, через это разрушение традиций, художник не изображает сцену, выражает. Он кричит о своем отношении к тому, о чем он хочет сказать. Перед вами два фрагмента его картин, которые пишутся уже после «Авеньонских девиц», то есть он уже эту революцию совершил, но он не может не идти дальше, и он начинает опять экспериментировать, думать. смотрите, какие можно здесь попытаться почувствовать идеи, смыслы. Давайте начнем с левого фрагмента. Левый фрагмент это «Присмотритесь», кто-то может быть не сразу разберется, но «Присмотритесь», это пейзаж. Это, конечно, очень все далеко от того, что мы традиционно называем пейзажем, но все-таки это пейзаж. Явно прочитывается вид города, города на холме. Это действительно так. Известно место, где Пикассо писал эту картину. Но очень уж все странно, вы это видите, и в общем-то те дома, которые различают наш глаз, они очень далеки от того, что мы видим в реальности. Давайте попытаемся разобраться, а что это за такие странные домики, и для чего художник так искажает действительность, почему он не может просто написать вид на этот небольшой городок. Я предлагаю вам выделить глазом какой-нибудь фрагмент. Явно здесь прочитывается какой-то дом, он изображен обобщенно, и странность, если мы присмотримся изображения этого нашего фрагмента, заключается вот в чем. Смотрите, мы видим этот дом, как будто мы смотрим на него спереди, и как будто мы подошли, обошли его, подошли с другой стороны и видим сбоку, а потом мы еще поднялись куда-то вверх и увидим ту часть крыши, которую точно, если бы мы стояли перед этим домом, мы бы не увидели. Разворачивает как кубик этот дом художник и фактически показывает нам его так, как мы по определению дом или любой другой объект увидеть не можем. Что нам в реальной жизни надо, чтобы получить представление об этом доме вот так, как увидел его художник. Я еще раз повторю, я думаю, что мысль мою вы уже поняли. Нам надо, во-первых, встать перед ним, мы увидим фасад, дальше нам надо переместиться, затратить какое-то время, переместиться в пространстве, мы увидим его сбоку, потом залезть куда-то на горку, извините, ради бога, и увидеть его сверху. Мы затрачиваем время, мы перемещаемся в пространстве, и только тогда мы получаем полное представление об этом нашем условном домике. А художник, смотрите, что он делает, он предлагает нам увидеть этот дом со всех сторон сразу, не затрачивая, как я уже сказала, время и не перемещаясь в пространство. Что это? С одной стороны, это игра. И для того, чтобы понять многое в искусстве XX века, всегда надо помнить, что художник очень часто превращается в человека играющего, он предлагает нам игру, вот он нам не говорит точно это, это и это, а он предлагает нам игру, он втягивает нас. Вы хорошо знаете, что такое игра. Игру можно не принимать, я не хочу участвовать в игре, тогда я за пределами игры, тогда я постою перед такой картиной, и отойду. Я не играю, я не хочу разбираться в том, зачем, почему художник так искажает действительность. Но я могу и принять правила игры, я могу заинтересоваться этими правилами, и тогда я останусь перед этой картиной. Вот если эту условную, вот эту мою мысль, она, конечно, в чем-то упрощает замысел художника, безусловно, но я предлагаю эту мысль взять за основу и перенести ее на подобную картину. Тогда смотрите, что у нас получается. Тогда замысел этого странного на первый взгляд пейзажа оказывается, раскрывается перед нами совершенно в другом ключе. Тогда оказывается, что художник хочет не просто показать нам вид на этот небольшой городок, а он хочет сказать нам о чем-то, об этом мире, об этом кусочке действительности что-то большее, чем может увидеть нам наш глаз. Он хочет расширить наш опыт, он хочет заставить нас понять, что мир, вот он больше, чем то, что мы привыкли видеть, подходя к классической картине. Мир другой по своим измерениям, мир, который, как я уже сегодня говорила, в чем-то ускользает, его надо домыслить, может быть, включить разум, может быть, принять правила игры, и тогда станет ясно, что мир больше, чем мы можем увидеть стоя перед ним. Искусство авангардистов хочет нам сказать, мир другой, люди, вы привыкли смотреть на него своими глазами, промерять его своим житейским опытом, но есть что-то, что в этом мире невозможно нашим с вами житейским опытом промерить, есть что-то большее, вот задумайтесь об этом, если вы принимаете правила игры. Вот еще раз подчеркну, это очень важная мысль, авангард провокативен, авангард вызывает вопросы и часто раздражение, но это вопросы, которые должны человека растревожить, взбудоражить, убрать его привычное зрение, открыть для него мир какой-то другой. Вот еще раз скажу, в данном случае это игра, это может быть не такая полноценная картина, каковой были авиньонские девицы, но это показывает то, о чем я говорю, художник предлагает нам поиграть и понять, что мир все-таки другой. И еще больше степени это касается правого фрагмента. Правый фрагмент это картина художника, которая называется поэт, картина поэт. Она еще более странная и наверное в не меньшей степени вызывает раздражение, чем фрагмент левой. Что происходит? А происходит еще более серьезное издевательство над тем, что мы видим, что видит наш глаз. Если в левом фрагменте я специально нашла иллюстрацию, которая позволяет сопоставить два изображения. В левой картине художник играет с внешним обликом какого-то объекта, в нашем случае домика, а в правом фрагменте он замахивается уже на другое, как бы мысленно разрезает объект, разбирает его на части, а потом что-то такое делает, что не собирает его окончательно и бесповоротно в то прежнее целое, которое было. Опять простая параллель. У ребенка новая игрушка, и вот он ее крутит, вот ему все интересно, и в конце концов любопытство берет вверх, и он ее разламывает. Ему очень важно посмотреть, что внутри, заглянуть, самое главное, наверное, там. он заглянул, он удовлетворил свое любопытство, он, наверное, что-то для себя открыл, а потом ребенок, ну, конечно, он не может уже собрать свою игрушку и сделать ее опять как новенький. Вот точно так же и художник, он разрезает на кусочки в нашем случае облик поэта, он разбирает на части, а потом ну, не собирает, ну, вот, не хочет собрать в единое целое. И вы видите, да, откуда-то появляется нос, откуда-то усы, откуда-то ухо, трубка, да, вот какие-то детали узнаются, а целого нету. Кажется, издевается над нами художник, почему ухо не на месте, почему там нос где-то и так далее, да, вот, немножко злимся, конечно, но, опять же, это вопрос игры. Вот, если мы не принимаем правила игры, конечно, мы будем злиться и дальше, да, мы пойдем и посмотрим классическую картину, а если мы примем правила игры, то смотрите, какой поворот я вам тогда предложу. У каждого из нас, да, здесь присутствующих, среди самых близких друзей есть человек, которого можно назвать поэтом, человек, который пишет божественные стихи, вот откуда-то у него рождаются рифмы. этот человек наш близкий друг, наш близкий знакомый, мой, например, близкий знакомый. Я хорошо знаю, как этот человек ведет себя, как он говорит, о чем он говорит, как он обедает, например, или еще что-нибудь. Я все про него знаю, но задаю я себе вопрос, а могу ли я даже в этой ситуации сказать точно и определенно, что я знаю, откуда вот в этом человеке вдруг берется то, что мы называем вдохновением, и вдруг рождаются какие-то божественные строки. Ответ понятен. Как бы я близко не знала такого человека, я никогда не найду ответ вот на этот вопрос. Об этом художник нам говорит, что невозможно до конца познать, невозможно до конца связать воедино то, что нам кажется хорошо знакомым, то, что нам кажется привычным и узнаваемым. Может быть, все-таки что-то ускользает от нас, как даже в самых очевидных случаях, что-то ускользает в близком человеке, что-то ускользает в том мире, к которому опять же мы привыкли и, кажется, знаем про него все, существуя в нем ежедневно. Смотрите, это другой, но все тот же опыт. Опыт сказать нам, что внешне часто бывает оболочкой, часто бывает какой-то маской, а главное где-то в другом месте, главное это то, что невозможно увидеть, главное это то, что ускользает от очевидного понимания. Но тогда я опять возвращаюсь к тому, о чем говорила. А это значит, что художник в такой игровой манере хочет нам сказать о мире больше. Он хочет открыть нам другие смыслы, он хочет расширить наш опыт, он хочет достучаться до нашего внутреннего мира. Как бы ни относиться к искусству, которое основано на разрушении визуального образа мира, на разрушении того, что привык видеть наш глаз, это искусство, если это настоящее искусство, если это большой художник, за этим всегда скрывается новый опыт, который открывается именно в XX веке, именно в ситуации, когда мир усложняется настолько, что выразить все точно и определенно оказывается уже невозможно. Вот в этом пафос авангарда, в этом его сверхзадача. авангард хочет сказать больше. И это стоит за разрушением. Надо разрушить, чтобы создать другой мир, чтобы открыть другое измерение. Вот по жанру это портрет, но в этом портрете, так же, как и в образе этого человека, что-то ускользает, что-то не собирается в единое целое, что-то множится, что-то дробится. Вот здесь я бы еще провела параллель с каким-то разбитым зеркалом. Вот эти кусочки, на которые разбивается эта картина, эти фрагменты безусловно могут быть ассоциированы с тем самым зеркалом, которое разбивается. Вот гуманизм, утрачиваемый на глазах. Вот это те утраты смыслов, о которых я уже говорила в контексте его картины «Авененские девицы». Что-то разбивается, что-то прежнее, традиционное. Человек всегда был ценностью, и вдруг его облик ассоциативно может быть сравнен с такими кусочками разбитого зеркала. художник-авангардист любит метафоры, он любит какие-то игры, еще раз скажу, которые, кажется, ускользают. И это происходит в числе прочего и потому, что он не хочет быть понятным с легкостью. Помните, я сказала, что в ситуации, когда широкие массы требуют того, что легко, понятно, очевидно, лежит на поверхности, художники другие, они хотят, чтобы их искусство заставляло остановиться, чтобы оно было нелегким. Это позиция. Вот легкое – это то, что понятно всем, это то, что не имеет прежней ценности, а это искусство, перед ним надо остановиться, надо подумать, надо, как я говорила, поиграть. Не каждый вступит в эту игру, вы это прекрасно понимаете, но если человек начнет играть, то он, конечно, уже будет думать не только о том, что легко, просто и понятно, а он будет думать о чем-то другом. Итак, это первый художник, первый открыватель, я бы так сказала, новой традиции, разрушитель, безусловно, хочется думать, что он не только разрушитель, но он великий созидатель, он находит другие смыслы, он находит другие возможности, чтобы говорить все о том же, о общечеловеческом, о значимом, о вечном, так как это делало все предшествующее искусство. Одним из интереснейших поворотов в нашем разговоре является еще одно искусство, еще одна, вернее, линия в искусстве этого времени, которая тоже, по сути, оказалась разрушительно созидающей. И эта линия более, наверное, разрушительная, чем тот кубизм, который мы сейчас видели у Пикассо. Слово кубизм всем хорошо знакомо, я забыла об этом сказать. Художник играет в кубики, отсюда такое название этого течения. Вы видели эти кубики только что. А сейчас я хочу показать вам другую линию в искусстве этого же времени, повторюсь, еще более разрушительную. Это искусство абстрактное, искусство беспредметное, искусство еще более радикально и, в общем-то, смело и, может быть, страшно разрушающую традицию, потому что все предшествующее искусство, а то оно изобразительное, оно изображало. Она изображала мир, отталкиваясь от самого этого мира. Художники-абстракционисты отойдут, разрушат этот правиль святая святых. Они будут создавать образы, которые не имеют прямой и очевидной связи с реальностью. Все-таки картина Пикассо, даже последний портрет, мы понимаем, это портрет, мы понимаем, что это за замысел, мы понимаем, что это за жанр. Художники-абстракционисты сделают следующий шаг, создавая новое искусство, открывая новые языки. Так получилось, что абстрактное искусство, возникшее тоже в это время, в первые два десятилетия XX века, имело две главные линии, и, соответственно, два великих человека создавали это искусство. Так получилось, что этими двумя великими художниками оказались художники русские по происхождению. Давайте начнем с Василия Кандинского. Итак, Василий Васильевич Кандинский художник, который впервые пришел к абстрактному искусству, к абстрактному творчеству. Василий Васильевич Кандинский родился в России, получил образование в Санкт-Петербурге, ну и уже после окончания университета он решил стать художником. Поздно, он не с юности рисовал. Для того, чтобы научиться искусству, он покидает Россию и переселяется в Германию. Поэтому главные его открытия были сделаны в Германии. В Германию он уезжает в середине первого десятилетия, даже в начале, в 1903 году где-то он уезжает в Германию и там учатся искусству, учатся живописи. И пока я еще несколько слов про него скажу, вы посмотрите на одну из его ранних картин. Вот с таких картин он начинал. Его русские корни мы чувствуем, не можем не чувствовать. Какой-то мир из сказки о царе Салтане, мир какой-то очень трогательный, увиденный как действительно некое сказочное, целое. Вот те первые шаги, которые он делает как художник. Постепенно его искусство меняется, и вы видите, изменения очень существенные. Поэтому надо попытаться рассказать, а что происходит, почему такая живопись, открытая, теплая, как мы видели на предыдущем фрагменте, вдруг начинает сменяться чем-то другим. Пока давайте скажем чем-то другим. Я хотела бы говорить о том, что перед нами действительно выдающиеся люди, действительно люди, которые не просто художники интуитивные, а люди, которые приходят к своим открытиям на основе очень глубоких переживаний, очень глубокого осмысления всего и вся. Василий Кандинский отличался своим очень, кроме того, что он стал художником и писал картины, он отличался очень большим интересом к философии. Любил философию, но какую? Не всякую философию. он очень увлёкся идеями так называемой теософии, которая была популярна в Европе и в России в это время. Что это такое за философское учение? Это учение говорило о том, что истинным в этом мире являются все духовные практики человечества. Теософы говорили о том, что, допустим, древняя индийская восточная философия, древняя восточная религия, западное христианство, какие-то ещё древние культы, это то единое целое, то единое духовное наследие человека, которое составляет истинную цель, истинный смысл, истинный смысл этой жизни. Они в условиях, когда утрачивалась духовность, о чём я уже сегодня говорила, теософы предложили свою концепцию. А что, если в этом мире нету больше прежних ценностей, гуманизма, бога, который умер, если следовать за Ницше, то есть что-то другое, говорят философы, теософы. Кандинский очень увлечён этой философией. Он в своих работах много пишет о том, что задача художника – это не просто писать картины, а искать, вот я сейчас скажу три слова, и во всех его записях эти три слова пишутся с большой буквы. Высший духовный космос. Для него это очень важно. Он настроен на те духовные поиски, которые он открывает след за философами этого направления. Это первое, что, пожалуй, уместно было бы здесь сказать. Второе, он очень интересуется теорией живописи и, в частности, теорией цвета. Ему очень интересно, как мы воспринимаем те или иные цвета, те или иные краски. Конечно, он не первый, и очень много до него уже было и художников, мы уже импрессионистов вспоминали, которые, безусловно, также имели к этому интерес и думали о возможностях краски, цвета, воздействовать на нас с вами, на зрителей. Понятно, что какие-то цвета, например, красный, жёлтый, будут нас возбуждать, какие-то цвета, наоборот, будут нас успокаивать, какие-то краски. Художник размышлял, что, если, предположим, взять пятно жёлтого цвета и придать ему форму треугольника, смотрите, жёлтый цвет это цвет яркий, как мы говорим, раздражающий нас, эмоциональный цвет, треугольник фигура с острыми углами. Сама форма подчеркивает вот эту заострённость, жёлтый и заострённый. Такая фигура будет на нас воздействовать гораздо сильнее, чем если мы возьмём зелёное пятно спокойного цвета и придадим ему круглую форму. Круг фигура спокойная, гармоничная. Понятно, что жёлтый треугольник и синий, зелёный круг мы по-разному воспримем. Он рассуждает по этому поводу для того, чтобы попытаться понять, а может ли цвет, краска напрямую воздействовать на зрителя, минуя то, что мы называем изображением. И с этой точки зрения я должна упомянуть ещё одно его увлечение. Он чрезвычайно увлечён музыкой. Он хорошо в ней разбирается, он, безусловно, музыкально одарённый человек. И музыка его очень волнует и беспокоит потому, что музыкальный образ воздействует на нас, на слушателей, абстрактно. Нам не нужно себе что-то представлять, когда мы слушаем хорошую музыку. Напрямую музыка вызывает у нас какие-то чувства. Вот Кандинскому очень интересно. Он теоретик, и ему интересно, а может ли краска, то есть то, что есть в руках у живописца воздействовать на нас с вами напрямую? Можно ли миновать вот эту стадию изобразительную? А почему ему хочется её миновать? Потому что он говорит, что это затрудняет восприятие истинное в душе у человека. И самое главное достучаться до души. А все эти, так сказать, формы, люди, природы или ещё какие-то привычные для художника изображения, они затуманивают истинный смысл, они искажают образ. Вот он размышляет в этом ключе. Ему это очень важно для того, чтобы найти приёмы передачи высшего духовного космоса. Вот это для него очень важно. и что происходит? И поэтому происходит то, что появляются картины, подобные той, которую вы видите. Картина, где уже не столько сюжет, не столько выразительность выходит на первый план, сколько вот это, опять скажу, слово экспериментирование или игра с цветовыми пятнами, которые, видите, приобретают какие-то экспрессивные характеристики, которые уже утрачивают такую непосредственную связь с реальностью. Они обобщают реальность, какой-то жёлтый элемент пейзажа, безусловно, синяя гора, мы понимаем эту часть его картины, но всё это сводится к каким-то простым формам ему интересно упростить, чтобы понять, а можем ли мы напрямую какие-то эмоции воспринимать, минуя вот этих всадников, гору и так далее. Он экспериментирует, но переворот случается, как всегда, неожиданно. Переворот случается в один очень простой будничный день. Он живёт в это время в Германии, недалеко от Мюнхена, у него мастерская, и каждое утро, он, как всякий художник, любит выходить на прогулки, писать какие-то этюды, и вот однажды пишет он, я возвращаюсь с такой утренней прогулки в свою мастерскую, я открываю дверь, один яркий, солнечный, и в ту секунду, или, точнее, в ту долю секунды, пока мои глаза ещё не привыкли после яркого солнечного света к темноте, пишет он, я вдруг ощущаю, что что-то меня как громом поразило, я переживаю какой-то удар, вот он использует это слово, потом, пишет он, мои глаза привыкают, и я пытаюсь понять, а что же на меня произвело такое впечатление, оказывается, пишет он, это была моя собственная картина, ну вот представьте себе подобную картину, они, в общем, он пишет подобные произведения именно в это время, только стоявшие кверх ногами, смотрите, удар от цвета, от форм есть, и в эту минуту, пишет он, я понял, что то, что меня связывало, да, вот эти силуэт горы, очертания всадников, что-то ещё, то, что меня связывало с прежними принципами, с прежними традициями, оно не нужно, удар, этот импульс можно получить вне связи с тем, что мы узнаём, что напоминает нам окружающую действительность, и это действительно было для него поворотом, и он начал пробовать писать картины, где вот это, всё ещё здесь сохраняющаяся связь, оказалась утраченной, вот здесь уже, ну, скажем так, неимоверно более сложно соотнести эти пятна, эти линии с тем, что мы можем узнать, да, и соотнести с нашими зрительными впечатлениями. Возникает очень сложный конгломерат этих пятен, этих линий, но я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что перед нами не какой-то беспорядок, а перед нами что-то хорошо организованное, да, ну, давайте ещё одну иллюстрацию, вот такую я открою, которая является одной из самых любимых композиций Кандинского, это не просто пятна и линии, это что-то, повторюсь, имеющее сложную организацию, давайте проанализируем, что даёт вот мне право говорить именно так. Мы чувствуем какой-то порядок, его сложно осознать, потому что наш глаз, ну, не то чтобы, не может хорошо зацепиться за что-то, к чему мы, что мы привыкли видеть, да, опять же, вот, как мы уже сегодня говорили, что-то ускользает, что-то напоминает привычное очертание, там, может быть, горы, может быть, ещё чего-то, там, облаков каких-то, может, ещё что-то просказывает, напоминает и тут же ускользает, да, но есть некая мысль, есть некая логика, вот так я скажу, посмотрите, все формы, все пятна, все линии, которые Кандинский здесь, собственно, которыми он наполняет эту композицию, они так или иначе структурируются вокруг вот какой-то линии, смотрите, какое-то движение мы чувствуем от этой части картины, да, только так об этом можно говорить, к части картины, которая уходит туда, в правый верхний угол, и вокруг этого движения собираются все пятна, собираются все линии. А что такое сделать или подчеркнуть вот такое движение, как сделал это художник? Особенность нашего восприятия, зрительного восприятия такова, что мы, что когда мы видим, скажем, на изображении диагональную линию, как здесь, вот диагональ мы видим, наш глаз, это связано с работой правого и левого полушария мозга, воспринимает такую линию, как передающую движение. Вот горизонталь – это спокойствие какое-то, а диагональ – это что-то, что заставляет нас чувствовать движение, это не обязательно движение физическое, может быть, движение внутреннее, может быть, какое-то беспокойство, но это не статика, это непорядок, это что-то другое. И вот смотрите, вот эта диагональ, которая здесь очевидно является важным для художника средством, она собирает вокруг себя эти пятна, собирает эти линии. А если я вам напомню то, о чем уже сказала, главное для художника – это найти выразительные возможности и передать то, что невозможно передать нормально, рационально, понятно, передать высший духовный космос. Вот кто может из нас сказать, что это такое? Это абстракция. Это что-то духовное, космическое, оно везде, и это то, что должно пронизывать наши души по замыслу художника. И он, оказывается, хочет найти живописный эквивалент вот этому, вот того, что невозможно написать, невозможно понять, невозможно представить. Поэтому он очень смело отрывается от того, что привык видеть наш глаз, от того, что наполняет наше повседневное земное пространство. Ему земное пространство неинтересно, ему неинтересен этот наш земной опыт. Он хочет другого, он хочет прорыва в другое измерение, он хочет изменить людей. Вот я об этом говорила, авангард в самых своих великих проявлениях это не сразу, не очевидное, но желание изменить мир, желание изменить людей, открыть новые горизонты, сказать человеку вот этот космос, вот он, это то, что самое важное из того, что есть в этом мире. Вот беспредметное или абстрактное искусство Кандинского это опыт его открытия высшего духовного космоса. Это опыт создания искусства, которое выражает его внутренний мир, не опираясь при этом на визуально узнаваемые формы и визуально понятные образы. Они несовместимы для него. Духовный космос и вот это земное измерение. Итак, искусство абстракции это прорыв. Это новое, еще раз скажу, измерение. Меньше всего к этому надо относиться как издевательство над здравым смыслом. Это можно не понимать. Но если, опять же, мы с вами принимаем эти правила игры, то чувства, те соотношения цвета, линии, пятен, вы помните, треугольник желтого, круг зеленого, они нам с вами должны сказать что-то другое, они должны изменить нашу душу. Вот он, Кандинский, и вот он, его прорыв. У абстракционистов будет много последователей, далеко не все будут думать про духовный космос, не будем никаких иллюзий по этому поводу иметь. Среди художников абстракционистов встречаются самые разные, но самые лучшие и самые главные достижения в абстрактном искусстве это достижения все-таки художников, которые хотят что-то другое сказать миру, хотят и очень хотят быть понятыми. Ну и после Кандинского еще один сюжет я вам хочу предложить и давайте опять вернемся к тому, что абстрактное искусство возникает в двух линиях. Одну мы посмотрели, это искусство такой экспрессивной абстракции, искусство, которое говорит про другое духовное измерение. Но есть вторая линия абстракции, которую принято называть геометрической абстракцией и ее создание рождения связано с именем еще одного знаменитого русского художника Казимира Малевича. Итак, и об этой третьей на сегодняшний день крупнейшей фигуре поговорим. в отличие от Кандинского Казимир Малевич родился и всю жизнь прожил в России. Он был из польской семьи, но его семья жила то в Курске, то в Москве, поэтому он фактически вошел в историю как художник русский, несмотря на свои польские корни. Казимир Малевич в отличие от Кандинского в Европу практически не выезжал и мало что знал о том, что творится там в Европе. Он как художник сформировался в России и выразил именно то, что составляло очень важные какие-то особенности именно России в это время. Россию вы очень хорошо помните, историю все изучали, знаете, была в кризисном переломном состоянии в это время. Масса была всяких пережитков, масса была разного рода социальных проблем, политических проблем, потом Первая мировая война, очень нелегкое время, а потом после кризиса революция. Вот в этой бурлящей среде живет Казимир Малевич и давайте посмотрим, как он, как очень тонкий художник реагирует на это очень непростое время. Итак, он учится живописи, заканчивает художественную школу. Первые его картины, я их здесь не показываю, они абсолютно импрессионистические. он начинает как импрессионист, много света, много воздуха, вся та красота, которую мы знаем по творчеству европейских импрессионистов, она в его картинах. Очень скоро его живопись меняется. И вот посмотрите на пример, который я вам показываю, вот в какую сторону. В его картинах прежде всего появляются темы, связанные с крестьянами. Крестьянка, крестьянка вот здесь с ведрами и ребенком, жениться. Разные сюжеты, очень связанные с темой крестьянства. Тема крестьянства, конечно, возникает не случайно. Русского крестьянства. Вы помните, во-первых, какое значение имело крестьянство в русской жизни. до революции. На нем все держалось. И Малевич, который был человеком, все время искавший что-то вневременное, что-то, что, опять же, как я уже сегодня однократно говорила, выходило за рамки того, что привычно, узнаваемо. Он тоже был таким человеком и таким художником. И его привлекли крестьяне, потому что для него это было впечатление, что на крестьянстве держится вся Россия. Крестьянство – это то, что было всегда. На крестьяне хлеб – это основа традиции. Он пытается найти корни. Корни русские. Вот общие какие-то общерусские смыслы, видимо, его привлекают в этой теме крестьянства. Почему я позволяю себе так говорить? Потому что смотрите, как эти крестьяне изображены. Они изображены не как нормальные люди, как в привычной, наверное, реалистической картине. Они изображены как какие-то идолы. Посмотрите, обобщены фигуры, лица, превращены в какие-то камнеподобные существа, застывшие. идол, что-то вечное, что-то, что было всегда. Он ищет, как художник, какие-то приемы выразить вот это, то, что было всегда. Ну вот, еще один пример, таких можно было бы привести много. Я хочу к тому, что было сказано, добавить еще один момент. Посмотрите, он делает здесь то, что мы бы назвали сегодня обобщением формы. Вместо конкретной фигуры этой крестьянки он форму округляет, обобщает. Но вот здесь хорошо видно, что кроме формы он еще пытается обобщить цвет, собирает все многообразие цвета каким-то пятном. черное, белое, ну и такие красновато-охристые оттенки. Конечно, для нас с вами это очень важное наблюдение. Черное и белое как некие полюсы, как некая возможность собирать все многоцветие мира, все многообразие мира. А дальше опять поворот. как всякий крупный художник, он вдруг приходит к чему-то новому, странному, непонятному и безусловно шокирующему. Вот после этой крестьянской серии в его творчестве появляются картины, которые он сам, хвастаясь ими, называет картинами алогическими. Смотрите, здесь нет логики, это правда, название очень точное. алогичные картины или алогические. Мы видим что-то малосвязное, я думаю, что это слово вполне можно здесь произнести. На фоне каких-то абстрактных геометрических фигур мы видим два никак между собой не связанных, скажем так, фигуративных изображений. Мы видим корову и скрипку. И картина так и называется корова и скрипка. Логики здесь нет, искать не будем, не найдем. Но для эти картины, для Малевича оказываются очень существенными. И смотрите, в каком ключе. Он говорит о значении, он сам говорит, я своими словами рассказываю то, о чем он писал, говорил, у него довольно много текстов и произведений, которые он пишет. И он говорит, что этот аллогизм на самом деле с одной стороны разбивает прежнюю картину, где, допустим, какие-то элементы, объекты должны быть связаны. Мы должны понимать как минимум какую-то связь, существующую между условно коровой и скрипкой. Вот аллогизм разбивает. Здесь нет этой прежней логики. Но есть другое. Если предположить, что эти объекты, эти элементы являются ничем иным, как некими метафорами, некими обобщениями, то смотрите, что можно домыслить, глядя на такую аллогическую картину. Начнем со скрипки. Скрипка – музыкальный инструмент, который рождает божественную музыку. Наверное, один из самых красивых по создатой музыке, которая рождается инструмент. Вот выбрав скрипку, Малевич говорит, что она может воплощать в себе то, что можно считать вот этой самой высшей музыкой, какой-то духовностью, каким-то духовным началом, самым высоким. Тогда корова, как нам становится ясно, оказывается символом противоположным. Корова окажется выражением того, что земное имеет материальное начало, имеет материальное измерение. И тогда для Малевича он говорит об этом сам, в картине раздвигаются рамки, раздвигаются горизонты. в этой картине мало связанной с нормальной точки зрения раскрывается совершенно другое измерение, другое пространство между высшей духовностью и чем-то земным материальным. Вот с его точки зрения, смотрите, между коровой и скрипкой можно расположить бесконечное множество каких-то объектов, каких-то явлений нашей жизни, они будут помещены между полюсами духовности и полюсами низменности, материальности. Смотрите, вот этим алогичным путем Малевич, так же, как вот те художники, о которых я уже говорила, он пытается раздвинуть рамки картины, он пытается символически расширить возможности живописи и сказать в картине опять же обо всем больше, чем о том, что можно увидеть глазом. Это его путь через алогические картины. Итак, он горд алогизмом, он пишет не одну такую картину, он готов об этом всем рассказывать, а он был таким страстным оратором, у него всегда было много учеников, у него всегда было много слушателей, он такой вот был лидер по своей натуре, очень яркая личность и хвастался алогизмом своим. И тут следующий поворот в его жизни, поворот вот какой. Он художник, безусловно, который провоцировал многих в России в то время, безусловно, и соответственно, среди его друзей были также русские поэты и художники, которые также были провокаторами. Вы наверняка слышали про футуризм, футуристов, поэты-футуристы, художники-футуристы. Он дружил с футуристами, Маяковский, Бурлюк, и его друзья-футуристы предложили ему как-то создать эскизы для пьесы, которую они собирались поставить. Пьеса должна была называться «Победа над солнцем». Название нас не должно обманывать. Речь шла не об обычном спектакле, а речь шла о неком действии, о какой-то мистерии, где победа над солнцем означала победа абсолютной тьмы. Все, конец жизни, конец света, наступает тьма. Еще расскажу о кризисе, еще расскажу о Первой мировой войне, которая разрушает все и вся, все здравые смыслы. И еще плюс в России дополнительно какая-то бурлящая обстановка. Вот в это напряженное время футуристы своим языком решают поставить такой спектакль. И Малевичу они обращаются с предложением создать декорации для этого спектакля. Сохранилось очень много набросков, подобных тому, которые вы сейчас видите. Он взялся с удовольствием за эту работу, много рисует, пытается найти способ, а как выразить вот эту победу тьмы вообще, над светом вообще. Мучается долго и в конце концов находит прием, который становится ключевым, который переворачивает и его жизнь тоже. Я думаю, что вы догадались, к чему я веду. Вот здесь правый фрагмент показывает, что у него постепенно рождается идея сделать, оформить задник сцены в виде черного квадрата. Это ничто, это тьма, это победа над солнцем. И белый фон, на белом фоне, бывшем этом свете должен появиться черный квадрат, идеально правильная фигура, которая олицетворяет вот это все, эту тьму. Действительно, этот спектакль, он был поставлен, конечно, со скандалом, прошел 2-3 раза, шума было много, конечно, такие вещи принимались с трудом, собственно, они и сейчас, наверное, принимались бы, с трудом, потому что ничего привычного, похожего на привычное зрелище там не было, там были какие-то шумы, какие-то движения, какие-то завывания, вот как-то так можно описать то, что представлял собой этот спектакль. Но Малевич вынес отсюда ту идею, которая сделала его знаменитым, и собственно, он пришел к созданию черного квадрата. Вот посмотрите на эту фотографию. Это фотография выставки, которая прошла в Петрограде в 1915 году, где представлены картины Малевича. Это была авангардистская выставка, футуристическая выставка, и вот на этой выставке впервые эта фотография показывает, зрители увидели в качестве иконы. Посмотрите, он очень хорошо знал русскую традицию. Я вот не случайно про крестьянство говорила. Он знал корни, он знал икону, он увлекался иконописью, он знал, по каким принципам создается икона, в чем основа выразительности иконы. Поэтому, видите, он со смелостью, невероятной, радикальной, конечно, вызывающей скандаль. Безусловно, он помещает в красный угол, как в крестьянской избе икона, свой знаменитый черный квадрат. Я попытаюсь в заключение немножко поговорить о том, что же это такое и почему черный квадрат и сегодня продолжает будоражить всех, многих, во всяком случае, почему вызывает вопросы, почему мы не можем закрыть глаза на это, почему не можем себе сказать или искусствоведы не могут сказать, ну, написал, надо забыть, выбросить. Искусство – это не это, искусство – это что-то другое. Почему невозможно этот черный квадрат выбросить из истории искусства XX века, а наоборот этот черный квадрат оказывается еще одним каким-то очень серьезным рубежом, за которым открываются другие смыслы и другое измерение. Я позволю себе сначала несколько слов сказать по поводу замысла и по поводу тех идей, которые, собственно, вкладывал Полевич в это произведение. Опытов, интерпретаций очень много. Откройте книжки, откройте учебники, откройте интернет, вы увидите самые разные версии того, что представляет собой черный квадрат. То, что я сейчас скажу, я взяла в пересказе, конечно, собственном, из работы Малевича. То есть, насколько вы готовы со мной согласиться, готовы мне поверить, или вам, может быть, какая-то другая теория была бы ближе. естественно, вы, так сказать, сами будете выбирать. Но я в том, что я сейчас скажу, я основываюсь на идеях самого Малевича. Так вот, смотрите, что перед нами. А перед нами действительно икона, черный квадрат на белом фоне. и кто знает принципы иконы, особенности иконы, тот обязательно вспомнит, что икона, особенно русская икона, всегда имеет золотой фон, ну или почти всегда. Этот золотой фон – это не просто украшение, это очень важный символ. В русской иконе это воплощение божественного света, то есть всего того, что связано с Богом в его христианском понимании. Золото – важнейший символ. Это символ божественного, это символ того, что можно назвать «всё» для верующего человека. Вот этот золотой фон, вернее, здесь, в этом черном квадрате, вместо золотого фона Малевич использует белый цвет, белую краску. Она для него символ, того, что я только что назвала. Это всё для него. Как это понять? Это понять можно так, что мы с вами помним опыт Ньютона. Помните, Ньютон, белый луч света пропустил через призму, получился спектр. Мысленно этот опыт проводим в обратном направлении. Из всего многоцветия мира собирается луч белого, который белого цвета. Малевич говорит, белый – это символ абсолютно всё. Вот всё бесконечное, многообразие этого мира можно заключить в этот символ. Белый – это символ, символ того, что можно назвать словом «всё». Соответственно, чёрный квадрат на этом белом «всё» оказывается противоположностью, оказывается тем, что можно назвать ничто. «Тьма, победа над солнцем». Вспомните корову и скрипку. Вот корова, а вот скрипка. И вот между ними, по Малевичу, всё бесконечное многообразие этого мира. Вот чёрный квадрат – это то же самое. Белый – всё чёрное ничто. И между этими двумя полюсами символическими Малевич говорит, вот здесь всё, всё абсолютно, что есть в этом мире. всё бесконечное. Вот чёрный квадрат для него – это выход в бесконечность. Невозможно перечислить всё, что в этой бесконечности есть. И никто не берётся перечислять. Это невозможно. Но об этом можно сказать. Об этом можно сказать символами, символическим языком. И Малевич через свой опыт, используя такую идеально правильную фигуру, об этом как раз и говорит. Вот оно, я бы так сказала, значение чёрного квадрата. Это не изображение, это не картина в прежнем смысле этого слова, которое всегда должно что-то иметь, какое-то изображение. Он находит, давайте я скажу такое слово, формулу, он находит некий символ того, что с его точки зрения можно сказать об этом мире. Вот он как художник, авангардист, резко, смело, абсолютно, так сказать, нестандартно и нетрадиционно приходит всё к тому же, о чём я говорила, к тому, что в этом мире, что картина должна человеку, который остановится, примет эти правила, вот тому человеку эта картина должна сказать о мире неизмеримо больше, чем то, что может сказать картина классическая. Отсюда вы понимаете, откуда столько споров по поводу чёрного квадрата. Споры, потому что это два полюса, две крайности. С одной стороны, убита изобразительность и картиной в прежнем виде назвать это нельзя, нету изображения, есть только формула, есть только символ, но в этом символе, повторюсь, Малевич собирает всё. И с этой точки зрения более обобщающего произведения в искусстве XX века мы не найдём. Вот с этим связано то в высшей степени спорное и место, которое занимает это произведение. Если это мерить искусством, это конец искусства. Если это мерить тем, что хотят авангардисты сказать миру, это высшая точка того, что авангардисты могут этому миру сказать. Сказать.